Приветствую, друзья, на наших экскурсиях по звездному небу от telescoping.ru. Сегодня мы поговорим про созвездие Ориона. Древнейшее созвездие. Орион почитали в Древнем Египте, где он назывался Сах. В Древнем Бавилоне это созвездие называлось Небесный Пастух. В иудейской традиции Ориону соответствовало созвездие Кесил. В Древней Греции созвездие видели Великого Охотника. В Древней Руси созвездие называли Кружилия либо Колу. У всех основных древних народов, имеющих физическую возможность наблюдать Орион. Существует огромное количество мифов и легенд, связанных с этим созвездием. Но нас с вами сегодня интересуют объекты, которые мы будем наблюдать методом электронной астрономии телескоп. Напоминаю, что экскурсии по звездному небу вы можете заказать на нашем сайте telescoping.ru. Там же можно приобрести себе первый телескоп, модернизировать существующий, заказать настройку, юстировку и обучение. Давайте же начнем, друзья. Наш первый объект – эмиссионная туманность NGC 2174, также известная как голова обезьяны. Действительно, стоит посмотреть на ее форму, и кажется, что мы видим провалы глаз, нос, голову. Любопытно, не правда ли? Данная туманность находится в самом верху созвездия Ориона, и многие почему-то относят ее к близнецам. Хотя по каталогу она принадлежит именно небесному охотнику. Обратите внимание на богатые водородные области данной туманности, а также на, вот мы здесь видим, три таких интересных светлых желтоватых элемента. Это тоже либо газ, либо, возможно, элементы отражательной туманности. Данный объект визуально я наблюдал в телескопе от 200 мм. Довольно интересная пара туманностей. Вот эта вот покрупнее сверху – это М78, а снизу – NGC 2071. Это туманности совсем другого плана, отражательные. Они требуют намного более темного неба. Наша экскурсия проводится в данный момент в желтой зоне засветки, и неба чуть-чуть не хватает. Наш следующий объект – туманность «Замочная скважина». Объект для эстетов и для ценителей. NGC 1999. Это тоже отражательная туманность, причем вокруг нее находится большой спектр различных элементов из пыли, газа. Но здесь, к сожалению, мы видим только центральную часть, хотя чуть желтоватые звезды по краям намекают нам на другие объекты. Наша следующая цель – туманность, танковый след или пламя. Находится она около левой звезды пояса Ориона. Ну, очень удобно ее искать. Звезда называется Альмитак, и прямо около нее находится данная «Красивая туманность». Наблюдать ее стоит в телескопы от 150 мм. Ну, либо методом электронной астрономии, как у нас практически в любой ее можно будет рассмотреть, но помните о том, что она довольно большая. При наблюдении лучше убрать Альмитак из поля зрения. Наводимся дальше. Любимая многими туманность, притягивающая воображение – конская голова. Наблюдается визуально с фильтром H-бета в телескопы от 250 мм на идеальном небе. Либо в наш электронный окуляр Envy Astro Plus с фильтром H-α. В телескопы, начиная со 100 мм, и в принципе небо уже не так важно, начиная с желтой зоны засветки. Туманность конская голова – это непосредственно темная часть, которую вы видите перед собой. Она проецируется на светлую водородную туманность красного цвета. Также можно заметить и небольшую отражательную туманность NGC-2023. Однако конская голова лучше всего проявляется на более темном небе. И давайте посмотрим на нее уже из более качественных условий. Ну, здесь у нас еще пример стандартных наблюдений данной туманности. Я думаю, что гриву и, скажем так, морду лошади здесь все хорошо видят. Она направлена влево. А вот так туманность конская голова выглядит в наш телескоп из синей зоны засветки. Мы специально изменили ориентацию изображения, чтобы было хорошо видно отражающую туманность NGC-2023. Попробуем немножечко изменить настройки. Ну, на мой взгляд, и так объект видно очень и очень хорошо. Обязательно напишите в комментариях, видели ли вы данную туманность, ну, либо снимали ли вы ее, и что вы про нее думаете, сложный ли это объект. Завершаем мы нашу экскурсию, разумеется, классикой созвездия Ориона, Большая туманность Ориона М42. Здесь мы видим ее центральную часть, а здесь мы видим периферию. Переключение различных режимов на нашем телескопе позволяет интересно рассмотреть структуру данной туманности. Мы видим как ее водородные части, так и полевые облака. Кстати, в туманности Ориона продолжается процесс звездообразования. По сути своей, мы сейчас наблюдаем величественную колыбель звезд, застывшую в бесконечности. Подняв динамический диапазон с помощью настроек, теперь мы имеем возможность видеть одновременно и центральную часть туманности, и периферию. Давайте немножечко накопим сигнал. И уже буквально спустя 20-30 секунд нашего времени, картинка становится еще интереснее. Посмотрите на это великолепие. Строй пыли, газа и звезд, которые подсвечиваются в этой туманности, можно проводить минуты и даже часы. Благодарим за внимание, друзья. До новых встреч с нашим каналом. Телескопинг.ру